Я знаю, что умру, не достигнув цели, но я умру в блаженстве. Желаю вам умереть, не достигнув цели, но в блаженстве. Большинство из нас здесь, в Институте менеджмента, всю жизнь стремятся к успеху, хотя бы в какой-то области. Но Институт настолько хорош, что пора можно почувствовать себя посредственным. Как справиться с этим ощущением посредственности? Лучше, если вы почувствуете это здесь, потому что это так и так может случиться в вашей жизни. Это может случиться на работе, это может случиться в вашей семье. Кто-то скажет вам, ты недостаточно хорош. Неважно, скажут вам это или нет, но я хочу, чтобы вы поняли, никто из нас никогда не бывает достаточно хорош. Если у вас масштабные цели в жизни, масштабные цели в мире, вы никогда не будете достаточно хороши. Мне постоянно говорят, Садгуру, вы столько всего сделали, столько проектов. Я расскажу вам о своем проекте. Буквально позавчера я был на горе Чамунди. 37 лет назад, я поднялся на гору Чамунди и сел там. Без всякой причины, меня начал переполнять экстаз. Каждая клетка моего тела взорвалась. Когда я рассказал об этом своим друзьям, они спросили, что ты выпил, что ты принял. Это все, что они могли спросить. Когда я спросил свой скептический ум, он ответил, возможно, ты сходишь с ума. Но я знал, я открыл золотую жилу. Что-то фантастическое происходит во мне безо всякой причины. Если я просто сижу так, я прихожу в такой экстаз, что 7-8 часов пролетают как 2 минуты. Вы замечали, что когда вы очень счастливы, время просто пролетает? Я закрываю глаза, а когда открываю, на самом деле проходит 8-10 часов. В то время я планировал... Такой у меня был план. Это же фантастика. Я просто сижу, и я в полном положенстве. Тогда я решил... В то время население Земли было примерно 5,6 миллиарда человек. Через 2,5 года я собираюсь... Я составил конкретный план действий. Я сделаю так, что через 2,5 года весь мир будет в блаженстве. Потому что для этого ничего не нужно. Вы просто сидите здесь, и это происходит. Что ж, 37 лет... Возможно, мы коснулись 500-600 миллионов человек на планете. Но для меня это не весь мир. Весь мир для меня сегодня — это 7,6 миллиарда человек. Поэтому я знаю, что умру, не достигнув цели. На 100%. Я знаю, что не выполню, возможно, даже 10-15% того, что хочу сделать. Но я умру в блаженстве. Я живу в блаженстве, и умру в блаженстве. Лучше, если вы не достигнете цели. Это значит, что у вас великое видение. Если вы успешны, то у вас очень ограниченное восприятие жизни, похожее на запор. Успех — это что? Я достиг успеха. И чего ты достиг? Я купил дом. И ты считаешь это достижением? Я нашел работу. Я заработал столько-то денег. Такой взгляд на жизнь похож на запор. Я хочу, чтобы молодые люди смотрели на жизнь в таком ключе. Как мы можем создать что-то, на что не хватит всей нашей жизни? А что будет, если я не смогу сделать все, что запланировал? Если вы непрерывно работали, но в конце жизни так и не закончили, это не значит, что вы неудачник. Это значит, что у вас было великое видение. Вот что это значит. Желаю вам умереть, не достигнув цели. Но в блаженстве. Это значит, что у вас все хорошо. Это не какой-то жалкий успех. Субтитры создавал DimaTorzok